Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан. Четыре региона России, в которых со следующего года будет введен эксперимент по внедрению исламского банкинга. Он продлится два года. Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России. Законопроектно предполагается, что участники будут производить финансовые операции по законам Шариата, которые запрещают брать и давать деньги под проценты, а также финансировать ряд видов бизнеса, например, производство свинины, торговлю табачной алкогольной продукции, оружием и боеприпасами, а также игорный бизнес. В исламском банке все по-другому. В исламском банке самый главный принцип – это справедливость. То есть, если ты взял у банка деньги на развитие своего бизнеса, вы стали банком-партнеры, и что-то в вашем бизнесе пошло не так, не по вашей воле, не по вашей какой-то безграмотности, безделью, не по вашей ошибке, а вот просто такое стечение обстоятельств, то у исламского банка к вам не будет вопросов и претензий, и вы не будете платить штрафы, пенни и прочее. Конечно же, все время кажется, что это какая-то такая сказка, такого, значит, не существует, но свыше 50 стран в мире имеют исламский банкинг и прекрасно у них развивается и существует. Минимальный размер капитала участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией во время проведения эксперимента, должен составлять с 1 января 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года 25 миллионов рублей. При продлении эксперимента минимальные требования капитала повышаются с 1 января 2025 года до 40 миллионов рублей, с 1 января 2026 года до 55 миллионов рублей, а с 1 января 2027 года до 70 миллионов рублей. Количество мусульманского населения в стране Российской Федерации и в мире становится с каждым днем все больше и больше. И поэтому потребителей этих услуг по исламскому банкингу с завтрашнего дня, уже их сегодня много, а с завтрашнего дня их будет еще больше, потому что в каждой мусульманской семье в среднем по Российской Федерации три ребенка. В немусульманских семьях полтора ребенка. То есть в мусульманских семьях в два раза больше детей, чем в немусульманских семьях. И соответственно эти дети и уже мы, следующее поколение, мы хотим, чтобы у нас были халяль-магазины, халяль-кафе, халяль-больницы, халяль-фитнес-центры и соответственно все, что связано с бизнесом. Халяль-банкинг, халяль-страхование, халяль-инвестиции. Что касается внутреннего рынка, то принятие закона об эксперименте только первый шаг. По словам экспертов, исламские кредитные продукты структурировать и продавать сложно, поскольку и регулирование, и даже налоговое законодательство заточено под традиционное процентное кредитование. Придется разобрать и принять целую иерархию законодательных и подзаконных актов. Самые главные трудности это естественно закон, законодательство. То есть если законодатель, Государственная Дума, потом Совет Федерации, потом президент Российской Федерации этот законопроект одобрит, он будет реализован в закон и будет подписан, то после этого трудностей уже не будет никаких, потому что народонаселение мусульманское, оно жаждет, оно ждет. Вот мусульманское население, мы не берем кредиты в банк вообще, мы не закредитованы. Закредитованность мусульманского населения в Российской Федерации ноль. Мы не берем кредитов, а нам они нужны. Нам нужны оборотные средства, мы должны развивать свои предприятия, свои компании. Поэтому как только это одобрится, осуществится и начнется в экспериментальном порядке реализовываться, мы с удовольствием все бизнесмены туда прибежим и будем сотрудничать с этим банком. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на ведомственное согласование. Тема привлечения средств из азиатских и арабских стран также стоит на повестке. Их представители проявляют особое внимание к этому закону. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Карина Саяхова, Александр Кузнецов.